В эфире первого карагандинского новости в студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Дворовый клуб должен стать центром гражданского воспитания подростков. Караганда осваивает световые дорожные маркеры. В Каргу проходит конкурс на получение государственных образовательных грантов. В Караганде работают десятки детских и подростковых дворовых клубов. Возможно, название «дворовый» не совсем подходит к роду деятельности этих организаций. Это, скорее всего, клубы по интересам. Как живется детворе в таких клубах Октябрьского района города, проверяла заместитель Акима Карагандинской области Жанар Бигбанова. Работа подростковых и дворовых клубов активизируется в летний период. Это и понятно. А самые большие школьные каникулы не должны стать просто вольницей для ребят. Отдыхая, они должны получать новые знания, навыки, развивать свои умения. Говорят, что всемирный производитель айпадов Стив Джобс начинал свое дело с друзьями в дворовом клубе, где-то в гараже. Президент Казахстана призывает развивать дворовые клубы. На одном из совещаний по развитию столицы он выразился очень конкретно. Нужны дворовые клубы. Такие клубы помогают молодежи определяться, найти профессиональный путь в жизни. И нам надо задействовать клубы в школах, колледжах. Дворовые клубы должны развиваться. Они должны привлекать подростков, заниматься не только спортом, но и искусством, рукоделием. Все это есть в клубах Октябрьского района Караганды. Дети, участники клубов, занимают призовые места в городских, областных, республиканских конкурсах. Есть чем гордиться. Но они были организованы в 90-х годах прошлого века. И это откладывает свой отпечаток на их деятельности. Посетив клубы в Октябрьском районе, как бы испытываешь двойственные чувства. Первое, радует то, что вообще эти клубы работают. Эти клубы работают, и они начали работать в самые сложные годы, еще в 90-х. И то, что они сохранились, и то, что эти оставленные когда-то жилье, эти квартиры, сейчас приспособленные под клубы, это радует. Но сейчас время другое, и хочется, чтобы клубы выходили на другой уровень. Дети с удовольствием посещают кружки в своих клубах. Это и отдых, и любимое занятие. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Мы все уже считаем, что совковые очереди остались в далеком советском прошлом. Оказывается, это далеко не так. На получение места в детские сады Карагандинской области на сегодня зарегистрировано 10 тысяч детей. Вот такая очередь у нас существует. Сегодня практически каждый новорожденный карагандинец с самого своего появления на свет оказывается очередником на место в детском саду. В управлении образования Карагандинской области уверяет, что прогресс в решении проблемы нехватки детских садов есть. Нам сообщили, что на сегодня в области функционируют 192 детских сада и 312 мини-центров. Охвачено дошкольным образованием 98% детей от 3 до 6 лет и 87% с года до 6 лет. Привела статистику главный специалист отдела общего и среднего образования областного управления образования Асель Таукенова. В области создано более 11 тысяч мест в дошкольных учреждениях. В 2013 году начато строительство и реконструкция шести детских садов на 1590 мест в городах Приозерске, Жасказгане, Саране, Балхаше и в Шетском, Азакаровском районах. Ввод трех детских садов планируется в этом году. За счет высвобождения с начала года введен детский сад на 275 мест в городе Тимиртау. Открыты дополнительные группы в городах Каражале и Саране. До конца года планируется высвобождение зданий двух детских садов на 270 мест в поселке Баймрза Бухаржираусского района в городе Шахтинске. Открытие трех мини-центров на 60 мест в Актагайском, Жанаркинском и Шетском районах. Вместе с тем чиновники не скрывают, в очереди на получение места в детские сады и мини-центры Карагандинской области зарегистрировано более 10 тысяч детей. Общественники Караганды считают, что многолетняя очередь в детский сад явление ненормальное и власти на местах могли бы бороться с ними интенсивнее. В 1991 году на территории современной Карагандинской области, то есть с учетом и Жесказганского региона, насчитывалось около 900 детских дошкольных учреждений, в которых было около 97 тысяч детишек. Сегодня всего 504 дошкольных учреждения. В управлении образования Карагандинской области уверяют, что решают проблемы как могут. Но к какому году уродливое явление под названием очередь в детский садик в Шахтерском крае будет искорнено, не берется прогнозировать никто. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя районного суда в Карагандинской области. 1 июля 2014 года сотрудники Департамента финансовой полиции, санкции прокуратуры области провели специальные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых в установленном порядке зафиксировали факт получения председателем Бухаржураусского районного суда Абдикеровым взятки в сумме 100 тысяч тенге за положительное решение вопроса по гражданскому делу. На основании полученных в ходе доследственной проверки оперативно-розыскных материалов агентством финансовой полиции внесено ходатайство на имя Генерального прокурора Республики Казахстан о возбуждении уголовного дела в отношении Абдикерова по факту получения взятки. 18 июля текущего года Генеральным прокурором Республики Казахстан возбуждено уголовное дело в отношении указанного должностного лица по факту мошенничества с использованием своего служебного положения. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galdex не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Впервые в Казахстане Караганда стала применять световые дорожные маркеры. Это должно повысить безопасность движения на особо многолюдных участках дорог. Пока это эксперимент, но в скором времени световые маркеры станут непременным атрибутом вечерних улиц. На улице Чкалова возле пешеходного перехода были установлены световые маркеры. При приближении автотранспорта они начинают светиться. И, по идее авторов, это будет влиять на скорость движения. Это своеобразный предупреждающий сигнал светофора. Водитель, будь осторожен, впереди переход. Данные дорожные маркеры заряжаются 2 часа при солнечной погоде и 4 часа идет зарядка при пасмурной погоде. Дополнительных расходов на содержание дорожные маркеры не требуют. То есть они заряжаются сами самостоятельно от солнечного света. Из городского бюджета на инновационную разметку не было истрачено ни тыина. После оценки воздействия световых маркеров на безопасность дорожного движения будет приниматься решение и о более широком размещении их на дорогах Караганды. Сергей Высокозов, Кайрат Рашидов, Бакияр Успанов, Первый Карагандинский. Школьник из Караганды предложил использовать силу мускулов в качестве зарядного устройства. Это случилось на конкурсе «Бизнес-идеи Атамикен Стартап». В Караганде этот конкурс проходит уже в третий раз. После открытия молодые люди смогли конкретно представить свои идеи. На презентацию команде отводилась всего одна минута. При оценке работ учитывалось все, что соответствует успешной реализации бизнес-плана. Сегодня стартует конкурс «Атамикен Стартап». Конкурс направлен стимулировать среди молодых предпринимателей ведение бизнеса. То есть в рамках этого конкурса молодые предприниматели могут от идеи до реализации своего проекта презентовать. Конкурс будет проходить три дня. По итогам данной работы мы в воскресенье подведем итоги. То есть выберем победителей данного конкурса. Конкурс организовывается фондом «Атамикен» при Национальной палате предпринимателей, при поддержке Акиматка Органской области и Региональной палаты предпринимателей. На втором этапе конкурса участники работали над концепцией бизнес-плана. Команды, получившие большее количество условной валюты «Атамикен Кенге», получали шанс состязаться в финале. Мы считаем это неким признанием того, чем мы занимались на протяжении трех лет. На будущий год у нас есть определенные планы, и мы планируем делать собственные инвестиции в бизнес-проекты молодых предпринимателей. Учащийся седьмого класса школы-лицея номер 101 Караганты Бажбанов представил на конкурс идею мобильного универсального зарядного устройства, работающего без электричества, от мускульной силы руки человека. По словам автора, он занимается сборкой опытного образца. А первое место с денежным призом в 300 тысяч тенге досталось команде «Макери». Будущие программисты и студенты Ассалбек Мурзахмедов и Алмаз Сапаргали хотят воплотить идею продажи наборов для самостоятельного конструирования роботов. Второе место занял проект создания интернет-платформы по принципу онлайн-мал – объединения крупнейших торговых центров региона. Его авторы получили приз в 200 тысяч тенге. Третье место из 100 тысяч тенге завоевала команда «Чудо-Чада». Сергей Високосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Вновь перед выпускниками школы и колледжей предстоит выбор своих будущих профессий. В Карагандинском государственном университете имени академика Букетова проходит конкурс на получение государственного образовательного гранта. С 23 по 31 июля принимаются заявки приемной комиссии университета. В приемной комиссии Каргу вы можете написать заявление об участии в конкурсе на получение государственного образовательного гранта. Обязательно проверьте правильность указанных в нем сведений. Гранты выделяются на все специальности. Карагандинский государственный университет имени Евгения Станин-Шабукетова с 23 по 31 июля начинает прием документов по государственным образовательным грантам для конкурса по присуждению государственных образовательных грантов. Для тех, кто стал обладателем государственного образовательного гранта, необходимо явиться в приемную комиссию до 20 августа для оформления документов, подтверждающих его получение. В общем, в Каргу 13 факультетов, из них 73 специальности. Из специальности филологического факультета на сегодняшний день составляют 5 специальностей. Это журналистик, русский язык, литература, казахский язык, литература, русский язык, литература в школах с неказахским языком и обучением. Если вы не прошли по конкурсу, то у вас есть возможность обучаться на платной основе. Для этого вам необходимо в срок до 25 августа переоформить документы у технического секретаря приемной комиссии. Также внести предоплату в размере 50% от годовой стоимости обучения. И сдать квитанцию об оплате за обучение техническому секретарю приемной комиссии. С 23 по 31 июля принимаются заявления на участие в конкурсе на грант. В конкурсе могут участвовать все выпускники школ, сдавшие ЕНТ, набравшие проходные баллы. И сдавшие комплексное тестирование студентов. Выпускники прошлых лет и выпускники колледжей, естественно, набравшие проходные баллы, минимум 50 баллов. Все интересующие вопросы вы можете узнать в приемной комиссии Каргу имени Букетова в 111 кабинете. Лариса Хусеинова, Лжас Габасов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Хватит просыпаться по утрам разбитым и уставшим. Хватит жаловаться на недомогание. С помощью медицинских аппаратов Елатомского приборного завода можно восстанавливать силы и лечить ряд заболеваний у себя дома. Российское открытое акционерное общество «Елатомский приборный завод» организовал выставку-продажу своей продукции в Караганде. Вы можете освободить себя от ежедневных посещений физиотерапевтических кабинетов. Медицинские приборы Елатомского завода компактны и созданы на основе передовых инновационных технологий. Например, результаты лечения Алмагом оказались просто ошеломляющими. Аппарат Алмаг-01 предназначен для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, таких как артриты, артрозы, остеохондрозы, заболевания кровеносной системы, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы. Аппарат Алмаг-01 рекомендован ведущими специалистами Караганды и Карагандинской области как для применения в клиниках и поликлиниках, так и для использования в домашних условиях. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Аппарат очень прост и удобен в применении. Сегодня уже доказано, что только медикаментозное лечение малоэффективно. Лечение должно быть комплексным. Главной составляющей комплексного лечения является физиотерапия. Причем дома и стены помогают. Аппарат МОВИД предназначен для лечения профилактики заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как простатит, хронический простатит, простатовизикулит, аденома предстательной железы первой-второй стадии. Аппарат МОВИД широко применяется в клиниках и поликлиниках Караганды-Карагандинской области. Также аппарат рекомендован ведущими урологами для применения в домашних условиях. Аппарат очень прост и удобен в применении. Вся продукция Елатонского приборного завода зарегистрирована в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан и одобрена Минздравом к применению. Елатонский приборный завод не стоит на месте. Его разработчики постоянно ищут новые современные технологии, материалы и применяют их в своих медицинских приборах. Они компактны, просты в работе и не требуют специального образования. Новинка Елатонского приборного завода аппарат Диамак предназначен для лечения сосудистых заболеваний головного мозга, таких как инсульты, постинсультные состояния, мигрени, расстройство сна, профилактика болезни Паркинсона. Аппарат очень прост и удобен в применении в домашних условиях, клинически испытан. Подобные выставки продажи организуются в Караганде регулярно. Каждый, кто приходит, получает полную информацию о медицинских приборах Елатонского завода и профессиональной консультации по благотворному использованию физиотерапевтического воздействия на организм человека. Выставка продажи работает в Караганде по улице Гоголя, дом 52, дробь 3, в здании аптечного супермаркета «Биосфера». Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В Карагандинском областном музее изобразительных искусств работает уникальная выставка. Художники представили вниманию карагандинцев картины в 3D формате. Картины выполнены аэрографом на больших холстах. Посетители могут участвовать в сюжете каждой картины и сделать уникальные фотографии на память. Наверное, мы все независимо от возраста немного дети и любим фантазию и мир фантазий. Поэтому необычный эффект, который часто присутствует в картинах 3D, привлекает наше внимание. Действительно, даже самая простая 3D-картина способна придать интерьеру особый шик, неповторимость и ощущение чего-то фантастического. Организатором данной выставки является Халдарь Игорь Александрович, сам он с Кебастуза, но по определенным причинам не может с нами передвигаться, потому что у него есть еще выставки, по-моему, на этой выставке. Отказавшись от плоскости изображений, художники создают потрясающие оптические иллюзии, которые может заметить лишь человеческий мозг. Это означает, что если смотреть на картины под правильным углом, то они приобретают объем и трехмерность. Выставка очень, на самом деле, классная, оригинальная. Еще никогда у нас в городе такого не было. И все картины, правда, действительно как живые, объемные, настоящие. Со всеми картинками сделали фотографии. Но очень классно, что в нашем городе что-то такое начали проводить. И хотелось бы побольше такого. И взрослые, и дети с восхищением смотрели на картины. На каждый из таких рисунков у автора может уходить от нескольких дней до нескольких месяцев. Придумал и создал данную выставку Игорь Холодарь из Экибастуза. Автор этого творчества – барнаульский художник Павел Роча. Выставка работает без выходных с 10 до 19 часов и продлится до 31 августа. Лариса Хусейнова, Нурсултан Саев, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Аман Сау, Болонгздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова